Ну а мы добавим еще одну краску к происходящему в Сирии. Среди христиан там традиционно много армян. Центр армянской общины в Сирии, город Алеппо, известный как экономическая столица страны. Сейчас на армян там идет настоящая охота. Боевики, проникающие из Турции, расстреливают тех, кто решил остаться в городе, и тех, кто решил уехать, постерегая их вдоль наземной дороги в аэропорт. О судьбе сирийских армян наш специальный корреспондент в Ереване Вероника Богма. Самолет с гуманитарным грузом из Еревана приземляется в Алеппо. Еще недавно богатая и щедрая армянская община в Сирии теперь сама нуждается в помощи. В цене подсолнечное масло, сухое молоко, мука. Эти кадры снимал прилетевший тем же рейцем журналист Арман Сагатылян. Он готовит фильм о жизни армян в Алеппо. Потрясен тем, как в одном из самых древних поселений на планете теперь защищаются от снайперов. Самодельно сооруженные из подручных материалов. В основном это скатерти, одеяло, наволочки, я не знаю, что-то такое, покрывало. Самодельные такие занавесочки против снайперов. То есть, чтобы, переходя улицу, быть в невидимости снайпера или человека с ружьем с оптическим прицелом. Алеппо – второй по величине город в Сирии еще и оплот местной армянской диаспоры. Ее называют материнской. Она существует здесь много веков. До войны армян в Сирии было больше ста тысяч, сейчас – в половину меньше. Мы добрались до церкви святого Геворга, которая в ходе боевых действий была сожжена. Полностью сгорела вся библиотека. Хоры, органы, облачения священников сожжены дотла. Привычный городской пейзаж, когда на одном пятачке уживаются мечеть, греческий храм, армянская церковь и католический костел уходят навсегда. Христианство в Сирии существует еще с апостольских времен, а армяне поселились там еще до нашей эры. Их община пережила многое лишение, нашествие иноверцев, геноцид, после которого процветало. Кто знал, что в 21 веке она окажется на грани исчезновения? Эту рукопись, древний перевод Евангелия на армянский язык, удалось спасти. Но сотрудники Матенадарана, огромного хранилища манускриптов, говорят о приближающейся культурной катастрофе. Погибнуть могут те реликвии, что остаются в Сирии. Эти рукописи, в общем-то, надо спасать. И мы, матенадаранцы, очень обеспокоены их состоянием. Бесцентные рукописи. Среди них есть такие рукописи, которые, в общем-то, не имеют цены. Из 12 армянских школ Алеппо осталось 3. Университет закрыт. Там живут люди, потерявшие кровь. Я очень-очень скучаю по своим детям, по ученикам, которые уехали. Не поверите, но я их во сне вижу. Возможно, они уже учатся в этой ереванской школе. Ее специально открыли для беженцев, дав шанс получить образование детям и найти работу учителям, тоже беженцам. На доске арабская вязь, и это очень непривычно для армянской школы, но преподавание здесь ведется на арабском, по программам, которые сейчас существуют в Сирии, потому что родители детей, да и они сами, очень надеются вернуться. Молятся и говорят они на исконном армянском языке. Его называют западноармянским. От восточноармянского, на котором говорят в республике, отличается почти как русский от украинского. Но главная работа. Эти беженцы славятся трудолюбием и порядочностью, но вакансий мало, и финансист может стать барменом, владелец производства, клерком. А кто-то сидит без работы и курит кальян. В своеобразном армяно-сирийском клубе, каких в городе становится все больше. Узнав о том, что в зале есть российские журналисты, уважаемый председатель общины Дейр Зор попросил слова. Мы очень хорошо знаем о России, о ее роли, о ее помощи. Я и раньше говорил, и сейчас повторю. Спасибо Путин, спасибо России и Китаю. Только они понимают, что происходит с народом. И больших слов трудно найти. Сегодня в клубе необычная программа. Арман показывает свой фильм. Сирийская осень арабской весны. У зрителей вызывают сложные чувства, ведь эти уехали, а те остались. Жизнь снова их делит и гонит с насиженных мест. Пока те, кто уехал, привыкают к новому, оставшиеся изо всех сил держат исторически сложившийся нейтралитет. И те, и другие надеются когда-нибудь все-таки стать своими среди своих. Вероника Богма, Арман Сокотелян, Антон Кичиджиян, Лилит Туманян и Денис Денисов. Вести недели. Сирия. Армения.